Планеты, океаны не редкость в нашей галактике. Будучи полностью покрытыми водой, эти далекие небесные объекты могут быть настоящей кладезью жизни. Однако знаете ли вы, что 3 миллиарда 200 миллионов лет назад, Земля тоже была покрыта огромным океаном и вообще не имела континентов. Знакомые нам материки появились гораздо позже, чем мы считали ранее. Так что же повлияло на ход развития голубой планеты и превратило ее в место, где есть не только океаны, но и суша? Смотрите видео до конца и вы узнаете, кто был опаснее тираннозавра, тайну мистического дерева жизни в США и кое-что еще. Привет друг, ты на канале Киртоп. Знаете ли вы, что создатели фильма Парк Юрского периода во многом нас обманывали? Например, в качестве самого опасного динозавра они поставили тираннозавра Рекса, хотя он жил не в Юрском периоде, а в Меловом. Вместо него правильнее было бы использовать образ аллозавра, который как раз и является самым опасным хищником времен, которые воссозданы во всем известном фильме. К тому же недавно ученые открыли новый вид аллозавра, который мог быть гораздо опаснее тираннозавра и крепко держаться на вершине пищевой цепочки. При этом они также ходили на двух задних конечностях, имели короткие лапы и длинный хвост. Но какими еще особенностями обладает новый вид динозавров? Изучение костей нового динозавра удалось ученым нелегко. Чтобы отделить часть земли, в котором обнаружились его кости, пришлось использовать взрывчатку. После того, как 2700 килограммовый блок с окаменелостями был отделен от земли, для его перемещения потребовался грузовой вертолет. На очистку костей от грязи и подготовку окаменелости к изучению потребовалось целых 7 лет. К тому же, долгое время палеонтологам не удавалось найти кости черепа нового динозавра. Это было сделано только в 1996 году и на их подготовку тоже ушло довольно много времени. Несмотря на довольно примитивный внешний вид, аллозавры были такими же опасными, как и тираннозавры. Они активно охотились на других динозавров, вроде стегозавров или диплодоков, которые были намного их крупнее. Для захвата добычи хищники использовали острые когти и как минимум 80 зубов. Уникальный бивень мамонта В земельном ведомстве по охране памятников сообщили, что во время раскопок археологи нашли бивень мамонта, длина которого достигает 2,5 метра. Археологи рассказали, что на территории современной Баварии мамонты обитали около 20 тысяч лет назад, когда в Европе был ледниковый период. Впрочем, точный возраст обнаруженной находки ученым установить пока не удалось. Археологи подчеркнули, что уникальность их находки заключается в том, что обнаруженный бивень практически не имеет никаких повреждений. Также за много тысяч лет он сохранился практически в идеальном состоянии. Гертруд Рёснер, один из ведущих экспертов Баварской государственной коллекции палеонтологии, рассказала, что эта находка стала большой удачей для ученых. По мнению археологов, найденный бивень мог принадлежать взрослому самцу. Также недалеко от бивня археологи нашли большую кость мамонта. Один из ученых предположил, что бивень мамонта могло принести в это место водой, поскольку если бы бивень хранился исключительно в земле на протяжении многих тысяч лет, он бы не смог сохраниться в своем первозданном виде. Древний некрополь со странными могилами Во Франции археологи обнаружили древний некрополь, который мог быть построен более 7 тысяч лет назад. Раскопки проводились в долине Серы, где ранее также были обнаружены следы человеческого присутствия. По словам специалистов, поселения, найденные на локации, относятся к бронзовому веку, о чем говорит характер утвари, который применяли в быту. Не исключено, что племена, жившие тогда во Франции, были оседлыми, так как старались селиться на определенном расстоянии от рек, не привлекая к себе внимания кочевников. Некрополь, который был обнаружен в долине Серы, состоит из шести отдельных могил. Все захоронения были сделаны в позе зародыша. Возможно, древние жители Франции верили, что человек должен вернуться к своему первозданному облику перед смертью, после чего боги его примут в другой мир. Некрополь датируется примерно 5300-4800 годами до н.э. Тайна мистического дерева в США В 12 веке до н.э., когда миром правили фараоны и цари, на территории американских штатов Колорадо, Юта, Аризона и Нью-Мексико, жили представители индийской культуры анасази. Они известны тем, что построили огромный город Пуэбло Бонито, на главной площади которого произрастала шестиметровая сосна. Так как поблизости поселения не произрастало других деревьев, считалось, что гигантская сосна была для народа анасази священной и использовалась в религиозных целях. Однако недавно это предположение было отвергнуто, потому что американские ученые выяснили, что изначально дерево росло в совершенно другом месте. Поселение площадью 8000 квадратных метров, состоящее из более 650 комнат, впервые было обнаружено в 1849 году лейтенантом американской армии Джеймсом Симпсоном. Первоначальные раскопки проводились с 1896 по 1900 год, в ходе которых археологи нашли комнаты и другие части города. Останки высокого дерева вида орегонская сосна, которому было дано название дерево жизни, были найдены только в 1924 году. Сосна была найдена под верхним слоем почвы и ученые были удивлены, что дерево хорошо уцелело даже спустя несколько сотен лет. Руководитель экспедиции Нил Джад делился, что у дерева были огромные корни. Поэтому в те времена ученые были уверены, что дерево изначально произрастало на своем месте. Однако потом исследователи пришли к мнению, что они имеют дело только с частями корней, а не всей корневой системы. Вообще город Пуэбло-Бунито можно назвать таким же важным историческим объектом, как и Стоунхенш в Великобритании. Но оно сохранилось не так хорошо, как могло бы, потому что было построено в весьма опасном месте. Рядом с постройкой располагалась 30-метровая скала, часть которой весила более 30 тысяч тонн и на протяжении многих веков рисковало обрушиться. Клинок из алюминия возрастом 2,5 миллиона лет В середине 70-х годов 20-го века во время работ строителями в городе Ают были обнаружены интересные находки. Кости слонов датируемые более чем 2,5 миллионами лет. И также был найден алюминиевый клин. Если первые находки не вызывали споров и сомнений, то вот алюминиевая находка оставила кучу вопросов. Соотношение сплава вызывает вопросы, ведь практически на более чем 90% клин состоит из алюминия. А современная история знает этот сплав по сути с конца 19 века. Говоря о производстве, его не было вообще именно в таком виде, в каком идет в отношении состава найденного предмета. Учитывая это, многие полагают, что аюзский артефакт был подброшен. Но вот ведь какой интересный факт, аюзский предмет имеет толщину налета примерно в 1 миллиметр. Что говорит о том, что он датируется десятками миллионов лет. К сожалению, до сих пор не найдена ни одна причина, как такой предмет мог вообще оказаться там. Для чего он использовался и рассматривается точка зрения того, что он все-таки мог быть подброшен. Считается, что на данный момент археологический предмет находится в частной коллекции. Однако тайна его происхождения не раскрыта до сих пор. Реален ли он? Или это все-таки чья-то шутка? А как думаете вы? Машина возрастом 400 миллионов лет. На территории России обнаружили автоматический прибор, возраст которого достигает 400 миллионов лет. Археологам Санкт-Петербургского университета удалось обнаружить необычные окаменелости в 150 милях от поселка Тигель на далекой Камчатке. Истинность находки заверена соответствующим сертификатом. По словам археолога Юрия Голубева, исследователи были весьма удивлены находкой. Как выяснилось позже, это был аппарат. Такие удивительные открытия случаются уже не в первый раз. Но странно другое. Машина как будто вдавлена в вулканические остатки. По результатам проведенных анализов, можно сказать, что аппарат сложен из металлических деталей, составляющих нечто наподобие часов или вычислительной машинки. Находки приписывают возраст в 400 миллионов лет. По словам ученых, артефакт был обнаружен туристической группой в горах. На место находки был направлен отряд археологов, который и открыл его. В отличном состоянии сохранились сотни шестеренок, которыми наполнен аппарат. К месту открытия стало прибывать все больше любознательных зевак. Так что археологам пришлось отцепить это место. После повторного изучения машины геологами из США, не осталось сомнений, что это именно механизм. Такое открытие всех поразило. Сложно поверить, что 400 миллионов лет назад на Земле уже были люди. А тут целый механизм. В те века на планете обитали только примитивные формы жизни. Но судя по находке, интеллект, способный сотворить такие технологии, был уже тогда. Стать же окаменелостями предметы могут из-за весьма короткий отрезок времени. Как геологический, так и исторический. К примеру, механизм мог просто попасть в грязь. Земля была планетой океаном. Химический анализ пород намекает на то, что Земля долгое время была миром без континентов. Как выглядела Земля 3 миллиарда 200 миллионов лет назад. Новые данные говорят о том, что планета была покрыта огромным океаном и вообще не имела континентов. Ученые заявили, что материки появились гораздо позже, когда тектоника плит толкнула огромные каменистые слои вверх, которые пробили морское дно. Исследователи пришли к такому выводу после изучения древнего морского дна, которое сейчас является сушей и находится в северо-западной Австралии. Около 4,5 миллиардов лет назад высокоскоростные столкновения между планетей Землями привели к формированию нашей планеты. Пузырящиеся, расплавленные сферы магмы, глубина которой достигала тысяч миль. Затем Земля начала постепенно остывать. В конце концов, через примерно 1 миллион лет охлаждающаяся магма сформировала первые минеральные кристаллы в земной коре. Между тем, первая вода на Земле могла быть перенесена сюда ледяными кометами из-за пределов нашей Солнечной системы. Или она могла попасть в пыль из облака частиц, которые сформировали Солнце и другие планеты во время образования Земли. Перспектива древнего водного мира также предлагает новый взгляд на еще один интригующий вопрос. Где появились самые ранние формы жизни на планете и как они развивались? Подписывайся на канал, если видео тебе понравилось. Нас совсем скоро будет 200 тысяч. И жми большой палец вверх. До встречи в новых видео. Спасибо за ваши просмотры. Всем пока.